Думаю, эта лекция покажется вам интересной. До сих пор я рассказывал о ФРС на выдуманных примерах, рисуя схематические балансы. Но это настоящий балансовый отчет Федеральной резервной системы. Я выбрал довольно старые, относящиеся еще к тому времени, когда не начались проблемы в банковском секторе, чтобы показать, как работает ФРС в нормальных условиях. А в следующих лекциях мы сравним это с позднейшими действиями ФРС, и это позволит нам лучше понять, как именно она пытается поддержать ликвидность и платежеспособность наших банков. Хорошо ли они справляются или жизнь наших банков поддерживается искусственным путем? Отдельный вопрос. Это баланс ФРС от 14 февраля 2007 года. Это еще до мирового финансового кризиса, до того, как правительство начало предпринимать радикальные меры для сохранения ликвидности рынков. Это активы. Прежде всего, вот сумма активов. Обратите внимание, это в миллионах. То есть в активах у ФРС 871 миллиард долларов. Рассмотрим их подробнее. У нас есть эта сумма. Вот наш уже привычный баланс. Это будут активы. И мы знаем, что пассивы и акционерный капитал должны составить в сумме столько же. Здесь сумма пассивов составляет 839 миллиардов, округлим до 840. Пассивы будут другого цвета. В пассивах приблизительно 840 миллиардов долларов. Части баланса должны быть одинаковыми. Хотя это здесь не принципиально. Оставшаяся часть — акционерный капитал. Активы минус пассивы. Ваше имущество минус то, что вы должны отдать. Остается капитал собственников. Конечно, в случае ФРС это не собственники в буквальном смысле. Они не обладают правами обычных акционеров. Скорее, это лица, заинтересованные в работе ФРС. Остаток — это капитал. Он должен составить примерно 31 миллиард долларов. Давайте проверим по реальному балансовому отчету. Так и есть. Общий капитал — 31 миллиард долларов. В таком масштабе кажется, что реальный отчет соответствует вашим прикидкам. Но стоит копнуть глубже, и мы увидим много любопытного. Надеюсь, мы уже достаточно далеко продвинулись, чтобы в этом разобраться. Внимательно рассмотрим активы. Они указаны в этой части отчета. Итак, у ФРС в наличии 11 миллиардов долларов на счетах золотых сертификатов. Они дают какое-то право собственности на золото. Сейчас посмотрим, есть ли тут еще золото. Монеты стоимостью 1 миллиард. Но это все малая часть целого. Не знаю, что такое сертификаты специальных прав заимствования, но их доля от общей суммы очень мала. Здесь 871 миллиард долларов в активах. Это все можно округлить с небольшой погрешностью. Здесь у нас большая часть активов. Очевидно, эти 11 миллиардов и есть золото. Другого золота в активах нет. При грубом подсчете, потому что я не знаю, что это такое, эти две строки, больше я золота тут не вижу, говорят нам, что у ФРС в активах есть золото на сумму около 12 миллиардов долларов, что на самом деле немного по сравнению с общей суммой. Большая часть активов, я их выделю другим цветом, фиолетовым, это ценные бумаги, соглашения РИПО и кредиты общей стоимостью в 808 миллиардов долларов. Почти 809. Это основная часть активов ФРС, 808 из 871 миллиарда долларов. Примерно такая же часть от общей суммы активов, может, чуть меньше, это ценные бумаги и тому подобное. Какие это конкретно ценные бумаги? Здесь все расписано. Итак, 808 миллиардов включает в себя все это. Большая часть этих активов — государственные ценные бумаги, долговые обязательства различного срока существования. О краткосрочных казначейских векселях я уже рассказывал. Это фактически заем государству на срок до года включительно. Это кредит государству, который оно обязано вернуть через год или три месяца. Более долгосрочные кредиты казначейству США — казначейские облигации. Срок погашения среднесрочных облигаций до 10 лет. Долгосрочных — более 10 лет. Есть еще казначейские облигации, защищенные от инфляции. Это ценные бумаги, индексируемые соответственно инфляцией, что позволяет снизить инфляционный риск. Мы видим, что 780 миллиардов из активов ФРС — ценные бумаги, кредиты, взятые государством. Я это нарисую. Большая часть, примерно столько, государственные ценные бумаги. Это основная часть имущества ФРС. Это отражает то, что мы видим здесь, вплоть до этой строки. А здесь то, о чем мы говорили в прошлый раз. Соглашение Репо на 30 миллиардов долларов. Полагаю, это не кто-то один обратился к дисконтному окну и взял в долг у ФРС 30 миллиардов долларов. Это сделало множество людей, чьи займы в сумме составили 30 миллиардов. А в залог они оставили ценные бумаги. Как мы знаем, так и выглядит соглашение Репо. Люди как бы продали ФРС ценные бумаги, а ФРС потом продаст их назад, но по сути это залог. Соглашения Репо учтены как ценные бумаги, потому что это не просто соглашение. Это казначейские ценные бумаги. Или, может, другой вид ценных бумаг высокого рейтинга. И позже я расскажу, что за прошедший год ФРС снизила свои стандарты относительно того, какие ценные бумаги она готова купить с соглашением об обратном выкупе. Но здесь сумма сделок Репо около 30 миллиардов. В этом примере хорошо видно, что такое Репо, потому что сказано, что его показатели указаны напрямую. Эти бумаги не относятся к соглашению об обратном выкупе. И нет договора, по которому они потом будут проданы по другой цене. Соглашение об обратном выкупе — это разновидность обеспечения кредитов. Здесь есть и кредиты к получению на 49 миллионов. В масштабах ФРС это немного. Итак, основная часть — ценные бумаги, еще немного соглашения Репо и прочие активы, которые тут не расписаны. В их числе может быть и золото. Недвижимое имущество ФРС, здание банков, стоит 2 миллиарда. В стране 12 банков Федеральной резервной системы, и наверняка есть и другая недвижимость. Еще чеки и другие платежные документы на инкассу. Не знаю, что это, но это все мелочи. Важно то, что активы ФРС в основном ценные бумаги, по крайней мере, сейчас. Теперь рассмотрим пассивы. Это будет даже интереснее. Банкнуты ФРС за вычетом авуаров Федерального резерва составляют 769 миллиардов долларов. Это те банкноты, в обращении о которых я говорил. Это банкноты, напечатанные банками, ФРС, и это пассивы. Федеральный резервный банк напечатал их и использовал как платежные средства. И теперь каждый может прийти в банк и востребовать стоимость этих банкнот. Это несколько абстрактное понятие, но 700 с лишним миллиардов долларов в пассивах, банкноты в обращении — это деньги, напечатанные Федеральным резервом. Еще есть обратное соглашение Репо. Фактически, ФРС по какой-то причине использовала соглашение Репо, чтобы взять кредиты. Также имеются депозиты, и за последний год они резко возросли. Их сумма — 22 миллиарда. Это депозиты банков, которые хранятся в Федеральном резерве. Здесь есть и деньги казначейства США. Депозитные учреждения хранят здесь 17 миллиардов долларов. И это тот самый источник, из которого ФРС оплачивает свои расходы. Кто-то вносит клады на счета Федеральной резервной системы, будем считать, что это банки. Это очень скромная доля пассивов, около 17 миллиардов. Это могут быть вклады банков-членов ФРС, но на эти вклады ФРС не выплачивает проценты. На эти деньги ФРС может приобрести казначейские или иные ценные бумаги и получать по ним проценты. Так, Федеральная резервная система имеет бесплатный источник дохода, из которого она обычно оплачивает свои операции. Средства, оставшиеся после этих операций, возвращаются в госказну. Глава ФРС не может потратить их на отпуск или купить себе Бентли. Депозиты иностранных государств. Не знаю, что это, но эти суммы ничтожно малы. Основная часть пассивов — это бумажные деньги в обращении. Так остается и по сей день. Небольшие вклады депозитных учреждений. Казначейство США также хранит в Федеральном резерве некоторую сумму. Все, что осталось — акционерный капитал. Думаю, теперь вам стоит взглянуть на актуальный балансовый отчет ФРС. Его легко найти в интернете, он есть на многих сайтах. И вы сможете проанализировать его. Вы знаете, уже достаточно, чтобы его понять. А особенно интересно будет сравнить этот старый отчет с текущим и увидеть, как развивалась ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok